Так, мы продолжаем играть с международным мастером из Франции. Лягушатник. Да уж. Зачем так душить людей? Так, ну, предыдущая партия у нас закончилась техничной реализацией двух... Вообще-то ничего не предвещало, но оказался неожиданно хороший разноцвет. Оттуда у нас обычный коньевт 3, тоскливый. Ты уже всем достал, всем-всем-всем-всем, наверное, уже надоело. Ну, это, кстати, довольно веселый, Варан, я все время проигрываю в нем. Как тебе? Конь на C6 можно взять на C6 и будет ничья. Можно пойти так. Вот это повеселее, но я все время проигрываю тут. Что скажешь? Когда ты говорил, что поле D3, крутое поле, ты говорил про эту позицию? Да, нет, не про эту. В том числе я в этой позиции играл белыми в классику и тоже проиграл. Неудачный. Скопь я в этом году. Да, по-моему, так все и было, кстати, словно 3. Тех, где в 3, есть смысл быть. Одесса 8, аж 4, а туда и в 5. Ну, нет смысла. Может, просто аж 4. Разорвать? Не хочу аж 5, и хочу еще в лунже 5, вариант. А короче, 2, аж 1? Запросу не же 5. Стоп, конь д... А, нету, да? Конь и 5, нету, к сожалению. Да, ну-ка, успевай, сожжение, все, что он хочет, все сделать, успевай. Ну ладно, все, здесь ты. Ни на че же не напали. Нет, ну я, видимо, глупо сыграл, я хотел его спровоцировать на f5, но на самом деле, я думаю, это очень выгодно для него в итоге окажется. Может быть, нет. Пока мне будет интересно, я думаю, он должен на f5 играть. И, наверное, все-таки зря это допустил, потому что мне придется брать на c6. А, ну так не зря, а вот это хорошо, скорее всего. Что я могу туда слон f6 пойти, скорее всего. Что думаешь, с какой идеей? А тогда дрябчина начнется на f5 проведет. Ну, хорошо. Так-то идейно. Особо никаких идей нет, если честно. Черт, он чуть лучше, из-за структуры. Ну, такой вариант. Если белые не хотят проигрывать, они должны брать на c6 и делать фиджи у них чуть лучше. Хотя, ну, конечно, ничейное проведение просто. Так, ну и мне зевнули слона. Но он, похоже, тоже сделал вид, что так все было задумано. Не, ну, может какая-то компенсация есть, да? Так ты считаешь? Ну да. Может, он не зевнуло тоже? Конь e5. e5 немножко координации мало. Ну, это так лучше. С какой идеей? Координация, чтобы не нарушилась. Молодец, это мое любимое слово. Когда я не знаю, как объяснить свои ходы, ты замечаешь же. Но когда я не знаю, что сказать, я говорю, что координация не нарушилась. Ну, если серьезно, надо разрывать. Центр использовать силу слона все-таки. Будет у него одна пешка за фигурой, это две, мне кажется, это менее важно. Нужно, чтобы слон играл. Ну, одна пешка у него. Вот слон теперь. Ну, слон нормальный, должна быть уже совсем техническая позиция. Ну да, и заехал на еду на месяц. Ну все, еду, все закончилось. Да. Еще одну сферу. Не, ну он будет играть, сейчас придет на F3, наверное. Я не знаю, зачем он играет. Не очень солидно, если честно. Он на F3 хочет прийти и мат по... Он ничего не хочет в этой позиции, он просто играет по инерции. Всем будет смешно, если он даст его мат. Международный мат. Мне нечем давать мат. Вот, кстати, поздравляю, 2700. Чувствуешь? Вот, вот, вот оно. Он почти дал внимание, но в итоге получил сам, к сожалению. Да, мы всем спасибо за внимание. Да, да, да. Еще одну? Конечно. Конечно. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!